итак привет дружище у нас выходит срочное внеочередное внебрачное неподконтрольное шумительное офигительное видео я сейчас нахожусь не один и вы часто просили нас с андреем релёвым записывать вместе видоса но к сожалению мы сейчас вместе записываем видос не от хорошей жизни а от того что андрюха релева забанили вот здорово андрюха всем привет дорос рассказываю ну рассказываю в общем битва замков у нас оказывается расценивается как как сейчас скажу как точно как демонстрация опасных каких-то действий либо кому-то наши вот эти вот прокачки героев кому-то причиняет вред ну конечно да наверное бездонатные игроки многие смотрят и да действительно там при прокачке зефирки у многих там сердечко и прихватывает бывает вот и тут еще ну я как бы подал апелляцию мол нет мы как бы вроде здравые люди да все должны понимать что типа герои есть герой игра есть игра да как бы должны все может воспринимать это как как какой-то отдельный там мир в котором мы общаемся принимаем ну какие-то применяем какие-то свои жаргонные словечки да типа там вот он там зефирка бьет допустим огнекрыло да то есть это не два каких-то вымышленных человека которых ты встретил на улицу придумал им сходу имена смотрите мол вот это зефир да вот этот вот лежачий полицейский какой-нибудь там или еще кто-то там а вот это вот это будет у нас огнекрил а вот они друг друга бьют там то есть словесно это может быть как-то это и воспринимается по-другому но если только просто включить посмотреть видео то это совсем по-другому может кто-нибудь они даже не поняли что еще происходит ты сказал что те вообще ну два страйка прилетела по сути да но первый страйк был типа как предупреждение что типа мол завязывайте с этой канителью хватит выкладывать такие видео и все остальное а потом 31 декабря где-то в три дня либо в четыре дня короче но в 15 лет 00 прилетел получается второй страйк после которого канал закрылся и значит вот что что означало вы на неделю лишены возможности загружать видео публиковать записи во вкладке сообщества а также проводить трансляции в течение семи дней вот тот же самый контент но уже на более свежее видео где мы обозревали раритетный аккаунт где-то мы обозревали склад смотрели какие там ништяки у него находились и мы там роли ли героя а также еще на техподдержка нашего всеми любимого ютуба отвечает что что иногда мы удаляем ролики по другим причинам например чтобы обеспечить безопасность пользователя который его загрузил то есть самого же меня они обезопасили от этого типа не знаю от чего от внешне какой-то агрессии агро вот это кому-то могло это не понравится да вот этот обзор склада да вот я с боезапасами обозревал военный да у меня там взрывчатка автоматы калаши вот тут лежат раритетное вот это все лежит там со времен первой и второй мировой войны вот то есть ну как бы они по названию по буквам может еще по каким-то словам там подцеплялись или еще что-то и также еще значит вы как участник партнерской программы ютуба да должны самостоятельно и ответственно следить следовать рекомендациям исходя из принципов и правил относительно качества своего контента и также советую внимательно ознакомиться со статьей правила в отношении ссылок на ютубе то есть какие ссылки вы размещаете под своими видео да то есть у нас какие ну я не буду кого-то там в пример приводить я открою свое видео да можно что я открою просто видео которое ну типа застройковано какие у нас здесь есть ссылки под видео а ссылки которые у нас идут на donation alerts да или подключение стать спонсором это как бы это все активно и хорошо пользуется спросом на собственно ютубе они даже сами это рекламируют что вот вы как значит владелец youtube канала можете заработать не только с монетизацией вы можете там зарабатывать на стримах со своих с помощью донатных сервисов и все остальное далее у нас что идет сборка моего компьютера заявки на роллинг ссылка на сайт для моего сотрудничества да если кому-то там что-то хочет по поводу рекламы или еще чего-то там задать какие-то вопросы музыка на канал где взята музыка моя моя группа вконтакте я вконтакте официальная группа вконтакте и для тех кто хочет купить напрямую рекламу в гильдии да но это я уже потом буду убирать сейчас это уже темой давно не пользуются спросами это потом буду все дело убирать кто хотел заказывать рекламу короче чтобы не записываться туда-сюда сразу при прямо точно типа купил рекламу и все и без всяких проблем она в следующем видосе выходит а здесь значит какие ссылки запрещено размещать по каким ссылкам значит может прилететь тебе также strike за размещение значит ссылок на следующие ресурсы то есть если это было не видео да то есть если вот это ну типа якобы ну ты снимаешь игрушку завуалировался а вот ссылочки у тебя как раз таки идут на следующие ресурсы содержащие порнографические сайты либо сайты приложения содержащие вредоносные по афишинговые сайты приложения то далее расшифровывать это не будем кому надо загуглите сайты на которых пропагандируется вступление в террористические организации или собираются средства в их пользу сайты содержащие изображение несовершеннолетних в сексуальном контексте и сервисы где осуществляется продажа товаров оборот которых регулируются специальными законами а конкретно это получается у нас входит алкогольные напитки пароль от банковских счетов подделка документов и валюты наркотики взрывчатые вещества сейчас это все перечисляешь я уже чувствую как у меня отключается постепенно монетизация перечисляю за что вот могли вот так вот просто ну я не знаю то же самое к тебе вот ты возьмешь ссылку да какой-нибудь оставил кому-то на продажу органов он посмотрел ты качаешь а он пошел продал почку и все и он без почки и без зефирки и короче ребята фишки заключаются в том что но во первых я бы хотел бы сказать тут пару слов о ютубе я думаю серёга фото серёга андрюха меня поддержит то что но мы-то на самом деле ютубу благодарны благодаря ютубу как бы мы можем зарабатывать деньги мы можем делиться своими мыслили место какое-то на форме и и как бы и с людьми познакомились все очень круто и прямые трансляции да то есть себя чувствуешь там и диджеем и в радио ведущим там теле ведущим и так далее все маленькие мечты детства сбылись но иногда конечно пугает тенденция что часто на ютубе случаются ошибки за которых страдают каналы потому что сейчас андрюхи кинули два страйка это по факту он теперь не может выпускать неделю видео и если мы еще один страйк прилетает то он еще дольше выпускать не может видео там две недели будет да 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 а еще про который контрольный идет без предупреждения там уже удаление канала идет про просто просто контрольная да и фишка то заключается в том что понятное дело андрюха ничего не нарушает он следит за правилами ютуба я тоже ничего не нарушаю хотя я вот пока не начал на ютубе стримить до этого я даже там не то что какие-то ругательства до своих видосах мог себе позволить так я и не матерился своих видео я вот только там буквально не знаю сколько там след а может быть когда начал уже полноценно стримить на ютубе и вот из-за того что там постоянные вот одни и те же вопросы стреляют на стримах то бывает там не вы не выдержал что-то там смотикнулся там ну какие-то пару словечек бросил не прям конкретно в адрес кого-то это просто как усиление фразы да там я не буду говорить то саня потом придется запикивать ну вот слова которые употребляются для усиления предложений да или для усиления фразы какой-то просто не конкретно в адрес ты такой-то вот и пи 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 пошел на него загибать палку нет таких слов в адресе я никогда никого не не бросался вот и ну в целом то правила ютуба соблюдается даже на моем канале ребятушки если кто-то не знал хоть и эмоционально и могу что-то там сказать но я соблюдаю правила ютуба я их очень хорошо знаю и как бы знаю как все это работает не смотрите что я такой возможно в чем-то легкомысленен а андрюхи так там в 5 раз более знаешь радужный розовый контент в этом плане и фишка заключается в том что просто по ошибке накидываются страйки и сейчас это просто на самый первый пункт который просто даже не выбирать там если нажмешь пожаловаться на видео там выбирает просто самый первый пункт сейчас скажу как это конкретно называется вот допустим пожаловаться на видео а А нет, не самый первый пункт, это вот материалы сексуального характера, то есть здесь, понимаешь, ты пожаловаться, тут даже нету таких жалоб, которые можно предъявить за контент битвы замков, да, то есть здесь все, значит, жалобы идут что-то связанное с людьми, с живыми людьми, то есть пропаганда терроризма, жесткое обращение с детьми, вредные и опасные действия, оскорбление проявлений нетерпимости, жесткие отталкивающие сцены, материалы сексуального характера, спам, введение в заблуждение, вот такие вот все вот эти жалобы, ну и жалобы... Мне кажется, это даже не сколько, наверное, жалобы чьи-то, а просто автоматика сглюкнула и по каким-то словам искусственный интеллект тебя решил, короче, киданусь. Первое видео еще, да, я там говорил, когда заходил, тестировал эту зефирку, говорил, что вот она здесь бьет того-то, 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 вот она здесь убила кого-то, а потом я собирал, типа, давайте мы соберем как-нибудь по лайту нашу зефирку, чтобы она сдохла. Да, там, возможно, где-то вот за вот эти слова, то, что бьет, била, убила и сдохла, возможно, за эти слова можно было придраться. Но второе видео, где я открывал просто на складе всякие вот эти карточки, сундуки, потом делали мы роллинг, там никто никого не бил. Там просто открывались ящики и выпадали герои. Все. А если уже, ну, типа, тематика про то, что наш роллинг героев причислять к тому, что это какая-либо рулетка, то, ну, аля, тогда до свидания, все каналы по битве замков. Это не все каналы по битве замков, это, если учесть, что сейчас даже в ААА-проектах везде какие-то кейсы и прочее, то это, в принципе, 90% каналов до свидания. Да, это вообще, это пол ютуба там закроется. Это сразу, нет, и просто по факту, да, для какого-то человека, который создает контент, видеоигры, да, неважно, там, мобильные игры или просто видеоигры, это такой, знаешь, самый безопасный контент, там, где, ну, трудно к чему-то придраться. Который, там вообще не к чему придраться. Да, ну, это игры, игры, просто сейчас пугает вот эта вот тенденция, то, что на ютубе, это очень странно все это происходит в последнее время, потому что сейчас Андрюхе, Андрюха, по сути, не может из-за этих страйков неделю выпускать видосы, а, к примеру, к примеру, есть канал «Все работы хороши», я думаю, что большинство из вас подписаны, если вдруг кто-то не знает, то, на самом деле, очень хороший канал, даже я из Латвии, я смотрю с большим интересом, там, чуваки рассказывают, устраиваются в какие-то фирмы, там, конторы, не знаю, там, магниты, макдаки и прочее, и рассказывают, как там работать, какая зарплата и с чем ты там сталкиваешься. Этим парням просто выпилили видос за авторские права, при том, что авторские права кинули на фрагмент, там, где Дружа Обломов специально для этого видео записывал миниатюру скетч, при том, что Дружа Обломов как бы специально записывал для этого канала, ну, то есть это нигде не было, кроме канала «Все работы хороши», и правообладатель данного контента, канал «Все работы хороши», вот, и Дружа Обломов не против, и все хорошо, какой-то левый чувак, который не является правообладателем данного контента, вот, взял и подал, короче, каким-то образом умудрился дать страйк через YouTube на тему того, что, мол, это его контент, хотя Дружа Обломов сам говорит, ёлки-палки, ну, как такое возможно у меня? Ну, и то, что он никому не перепродавал свои авторские права, там, кому-то бегать, ходить, смотреть на каналах других и страйковать их, типа, за эту... То есть, ну, это ненормальная тенденция, и все-таки... Это вот эта вот, мне вся эта тема началась, как YouTube начал переходить на якобы свой новый дизайн, он же там сказали, типа, перерабатывает новую систему, начисляет вот этих новых ботов там набирает, что, которые будут отслеживать, по идее, по идее, да, почему-то, да, YouTube не сделать вот такую какую-нибудь там верификацию, да, когда ты загружаешь видео, и это видео сразу же бы обрабатывалось конкретно там на... Ну, на вот эти, именно на правила сообщества, да, чтобы оно там... Не переходило какие-то границы. Стой, 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 оно и так обрабатывается. Просто оно обрабатывается автоматикой. Я не знаю, что там обрабатывается, но как-то, да, с задним числом уже, если оно уже обрабатывалось, оно уже смотрело системы, еще раз выбирается система и повторно опять бросается... Ну, так много-много-много людей сейчас получают страйки, там, за старые видосы... Да, когда-то была музыка без авторских прав, а потом стало с авторскими правами. Ну, это-то понятно. Когда... Нет, и задним числом... Потому что ты когда загружал, и это было все без авторских прав. И, ну, когда-то YouTube был жестче в плане контент-мейкеров, и сейчас многим там ребятам я слышал, там, за старые-старые видео двухлетней давности прилетали страйки, там, за жестокость, еще за что-то, вот, за это все. Но это тоже можно понять. И там ребята не снимают наш ламповый игровой контент, тем более безобидной мобильной игры. Там, пацаны, кого-то там по полной программе, там, вах-вах во все стороны и во всех козах. Вот этот Эдвард Билл, да, пранки снимает. Подходит на улицах, там, чьи да, чьи нет, да, народу, да, колупается. Еще там что-нибудь, там, вертушки, не вертушки там прописывает, там... Рекламирует, рекламирует казино. Да, там... То есть, вот это, это норм-контент, блядь. Причем, ну, прямое мошенничество, прямое мошенничество и реально жесткий контент. Эдвард Билл нормально. Ну, типа, как бы и на улице до людей подокапывайся, да. Еще и порекламирует через телеграм-канал всякие казино. Всевозможные каперские услуги, там, где прямое мошенничество твоих подписчиков обувают на деньги. Это, это как бы для Ютуба нормально. Да, я не спорю. Ютуб когда-то гасил Эдварда Билла. Но все равно, вот просто если, можно сейчас головы накидать, огромнейшее количество ютуберов, которые, мягко скажем, ну, там не самые... Так, это ютуберы, которые находятся в тренде, которые, ну, максимально популярные. Что ты заходишь, в трендах смотришь, о, прикольно, смотри, что мутят. Просто пошел, народ попинал, видео поснимал, сказал, что, типа, это пранк и все, а-ля кучу там себе видосов насобирал. Да, и мы, ну, мы не говорим, что, типа, там, надо всех закрыть, там, всех забанить и прочее. Я против страйков, я считаю, вот знаете этот, как говорил, там, Давидович Петушиный поступок, я считаю, что, ну, даже неважно, какие конфликты, да, там, страйки кидать и прочее, это, ну, последнее дело, это, там, разотство, потому что, как бы, это уже значит... Ты понимаешь, если ты это канал, канал, он бросал какие-то страйки. Да, 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 да. А тут, походу, ну, сам Ютуб что-то глючит. Как-то обычный зритель, ему что-то не понравилось, и вот он решил, там, вдруг взять, пожаловаться. Во, ну, да мне не нравится, там, твоя проекта. Нет, я все-таки, во-первых, это, там, уже старые видео. Это вообще, это такой марш, типа, тебе не нравится, для тебя, вот, ты, пожалуйста, там, дизлайк, гневный комментарий, не нравится, отписался. Ютуб-система как-то должна все равно контролировать, вот, кто и как, на какие действия все равно подается. Нет, смотри, я все-таки считаю, что, там, у тебя никакие не зрители, и даже не боты, там, никто тебя не гасил. Мне кажется, это просто именно Ютуб глючит. Во-первых, мы с тобой никому не нужны ютуберы, не популярны, у нас просмотров нету, и у нас нету такого количества хейтеров, там, как, к примеру... Я, причем, зашел на это видео, ну, типа, окей, камон, ну, типа, тут тогда дизлайков должно быть море. 10 тысяч просмотров, 11 дизлайков. Даже вот этих 11 человек, которым что-то здесь не понравилось, 11 хейтеров, да, они бы все равно не могли, блядь, 11 человек на такое видео просто взять и накинуть страйк. Даже 10 обращений на одно видео, это бы не дало бы просто страйка. Ну, даже 100 обращений на одно видео, сколько... Да, да, да. Вот, то есть, ну, это абсолютно мимо, потому что сколько реально существует конфликтных каналов, там, миллионников, там, где миллионы просмотров, и там тысячи, если не десятки тысяч, летит жалоб, и абсолютно ничего не случается. Мне кажется, это именно система Ютуба глючит, просто почему они так долго с этим разбираются? Смотри, второй раз. Они кидают первый самый страйк, говорят, что, типа, вот, предупреждение, завязываю с этим контентом, если это было по ошибке, пиши апелляцию, и все нормально, типа, будет. Не переживай, они там прям так тебе в сообщении пишут. Ты написал апелляцию, сидишь, ждешь. Почему тогда, если ты написал апелляцию, они говорят, что вашу апелляцию проверяют вручную, досматривают, типа, чтобы не было, ну, типа, реальных каких-то там совершений, преступлений на данном видео, да, чтобы не было. Пока ты сидишь, ждешь эту апелляцию, то есть, мне еще на первое видео не ответили, четыре дня я сидел, ждал, на четвертый день мне прилетает второй страйк. Я техподдержке задаю вопросами, как, говорю, вы можете бросать первый страйк, если первый был брошен по ошибке. Вы уже начинаете второй страйк бросать, опять же, по ошибке. С таким успехом вы могли сразу три страйка по ошибке бросить, закрыть канал. Я бы уже сидел неделю, ждал бы, уже бы смирился, ушел на завод работать, а потом мне приходит сообщение, ой, сорян, чувак, а тут, оказывается, по ошибке, только канал удалили. Ну, ничего, бывает, тут их каналов много на ютубе. Подумаешь, что ты там, пять лет снимал, ну, еще поснимай, еще запилишь один канал. Ну, просто так. Я говорю, чтобы хотя бы хоть какая-то система была. Кинули страйк ошибочный. Ты написал апелляцию, дождался ответа, тебе сказали, да, все, чувак, это была ошибка, все, мы убираем страйк, все, дальше. Ты сидишь дальше, смотришь, тебе уже потом еще один страйк прилетел. Тогда я не спорю. Ты, тебя, как бы, то предупреждение снялось, и выскакивает, тебе следующее предупреждение. То есть, это, как бы, не идет обратный отчет на твое удаление канала. Опять же, тебе приходит повторное предупреждение. Нет, у ютуба так не работает. Они тебе смотрят, они тебе могут вообще накидать там сразу пять, я не знаю. Так я тебе и говорю, так они могли с таким же успехом сразу взять, три страйка бросить, удалить канал, ты бы написал апелляцию, и сидел бы, неделю ждал, и куковал бы, блядь, просто без наличия канала на ютубе. Короче, странная, странная ерунда, я более чем уверен, это не ютубер никакой. Ну, слушай, камон, в битве замков, как бы мы там все не срались, никто на друг друга страйки кидать не будет. Потому что, если бы уже кидали, там бы половина каналов давно отлетела. Ну, по крайней мере, есть один, который уже бы давно не существовал бы. Вот, с помощью меня и Андрея. Но в целом, как бы, ну, просто это последнее дело. Подписчики, ну, мы не снимаем такой жесткий контент, он не настолько популярный, чтобы кто-то там мог даже сто жалоб накидать, даже двести жалоб, но это реально смешно. То есть, он реально глючит. Он реально глючит. Роллинг, который ты снимаешь для души, для зрителей, не для того, чтобы просто там, да, там, кого-то оскорбить этим роллингом, да, такой вообще изначальной цели не было. Типа снимаешь, смотри, выпал Влад. А, страшно, да, и уже все. Слушай, слушай, у меня моментом, у меня моментом, там, полгода выходили роллинги, там, где я спецом сделал вид, что я, наоборот, не хочу, чтобы подписчикам герои падали, понимаешь, о чём ты говоришь. Нет, это просто реально глючит, глючит Ютуб. Посмотрим, ребят, посмотрим. Может быть, 7 января прилетит ещё пару страйков, и вообще канал, типа, не уйдет. Короче, если что, я не знаю, сейчас... Если что, смотри, я дам ссылку свою ВКонтакте, ВКонтакте я сделал уже, короче, рассылку, я, если буду на каком-то другом канале, или я буду где-то там в другом месте запускать какой-то стрим или видео где-то выпущу, вот, можете перейти, подписаться и, ну, получать рассылку, потому что я не знаю дальнейшее развитие этого канала, потому что если ещё один страйк прилетит, это до 14-го ничего здесь у меня выходить не будет, а если третий страйк ещё, ну, если за 14 дней техподдержка не сможет посмотреть моё видео и ответить на апелляцию, то там уже, как бы, последует удаление канала, то придётся, ну, либо я создам новый канал какой-то просто, ноунейм, да, нулевой, и вот за счёт группы ВКонтакте моей, я думаю, Саня, там может оставить день ссылку, там буду просто делать хоть какую-то там рассылку, чтобы хоть, не знаю, вот сейчас я сделал рассылку, в группе подписались, сколько там человек, сейчас скажу, в группе подписалось 11 человек, то есть вот я могу 11 человек оповестить, что я там где-то на другом каком-то канале включил видео, 11 человек, хотя даже можно не на группу, на группу можно не подписываться, просто подписаться на расписку и всё, короче, рассылка, расписка, рассылка, дашь мне, дашь мне тогда ссылку, что мне оставить в описании под этим видео, я оставил, хотя это надо, знаешь, было в начале сказать, потому что сейчас они до этого момента вряд ли досмотрели, вот, но фишка заключается, да, что Ютуб глючит, и глюканье Ютуба дошли даже до Битвы Замков, что на самом деле не очень хорошо, потому что по факту осталось у нас в Битве Замков 4 Ютубера, вот, и как бы ещё неизвестно, сколько и так бы мы снимали видосы по БЗ, да, потому что, ну, в любом случае, неважно, там, Урана, Медевина, меня, там, у Андрея Рулёвого, у всех когда-то терпение закончится, мучится с Битвой Замков, и они перестанут её снимать, но если ещё из-за БЗ будут прилетать страйки какие-то непонятные, и Ютуб как-то глючит, не глючит, будет рассматривать... А, и то, если кто-то думает, что это был страйк от компании IGG, то нет. Да, да, это просто страйк от системы, система защиты принципов нарушения Ютуб-правил, короче, это сам Ютуб это заблокировал видео. Да, причём старое, я там понимаю, ещё новое. То есть, как бы, по факту-то ещё более-менее людей, снимающих БЗ, осталось четверо. Вот. Ну, такими успехами, если Битву Замков наш Ютуб начнёт резко не любить, он и так, я считаю, не любит Битву Замков, да, потому что видео там не продвигается, оповещения не приходят, но, как бы, тогда просто, тогда просто никого не останется. Там, ни Медевина, ни Урана, ни меня, ни Андрея, не знаю, будем сидеть там, стремить какие-нибудь свои танчики, там, не знаю, Call of Duty, там ещё что-то и так далее, потому что, если для Ютуба Битва Замков это невероятно опасная игра, вот, то, ну, 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 что делать, друзья, ну, что делать. Вот, пожелаем Андрюхе Ролёву удачи, посмотрите ссылочку в описании, если что-то, не дай бог, случится ещё более худшее, я вас оповещу, вот, может, в телеге, может, ещё видео запишем, обязательно. Ну, тогда в любом случае надо будет видео записать, потому что, ну, чтобы перешли на твой канал, и, вот, а сейчас на что-то оставлю ссылку, что там Андрей делает с контактом, хотя бы я на твоём месте уже телеграм-канал создал бы, вот, это куда? Да, он ещё бы нормально в России бы работал, телеграм-канал. Слушай, этот, глава Роскомнадзора недавно телеграм-канал установил, телеграм-канал установил, вот, не знаю как, ну, короче, ну, работают, пользуются люди, так что так вот, ссылочки в описании смотрите, если новости какие-то будут появляться, плохие, то тогда их ждите на моём канале, а если всё-таки с Андрюхи всё снимут, то, значит, тогда видосы появятся уже непосредственно на его канале, вот, вот такая вот фигня, всех с Новым годом, всем пока. Всё, всем пока.